Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С начала этого года в Кирове по вине нетрезвых водителей произошло почти 4 десятка автоаварий. По данным госавтоинспекции, в основном за руль в состоянии опьянения садятся и устраивают ДТП мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. Официально не работающие. В восьми случаях речь идет о представительницах слабого пола в возрасте от 36 до 46 лет. Наиболее аварийный день – суббота в промежутке времени с 5 до 6 вечера и с 22 до 23 часов. Трасса 101 Рост цен не выйдет за пределы инфляции. Раз за разом повторяют власть имущие. Но, видимо, стоимости автомобилей это не касается. По данным Росстата, новые машины зарубежных брендов в этом году уже подорожали в среднем на 6%. Инфляция за тот же период не добралась до отметки в 4%. Напомню, что последний раз к серьезному повышению цен автопроизводители прибегли с наступлением сентября. По мнению экспертов, то же самое до конца 2020 года произойдет минимум еще один раз. Трасса 101 В прошедшем летом российские автовладельцы значительно чаще стали приобретать противоугонные системы. В этом уверяют специалисты компании «Авито». Наиболее популярными оказались иммобилайзеры. Спрос на них вырос более чем в два раза. Второе место досталось спутниковым системам. Третье – классическим автосигнализациям. Кстати, ранее эксперты заявляли, что в период пандемии количество угонов автомобилей снизилось. Трасса 101 Черри запустила в России продажи нового переднеприводного кроссовера Тига 7 Pro. Минимальная стоимость авто – 1 миллион 320 тысяч рублей. Машина оснащается полуторалитровым бензиновым надувным мотором мощностью почти полторы сотни лошадиных сил. Трансмиссия – вариатор. В базовой комплектации имеются светодиодная оптика, камера заднего вида, система бесключевого доступа, электронный стояночный тормоз, круиз-контроль и так далее. Трасса 101 Беспилотные такси и автобусы будут массово внедрены в российской столице в ближайшие 20 лет. Это, по мнению московских властей, сделает дороги намного безопаснее. Соответствующие технологии якобы уже тестируются. Также говорится о том, что автопилотом могут оборудовать не только наземный транспорт, но и подземный. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok